Сегодня у нас продолжится разговор о антропологических концепциях тех антропологов, которых можно назвать постлевестросовскими. И сегодня речь пойдет об Эдмонде Литче, который относится к поколению несколько старшему, чем Тернер, Дуглас и Гирц, о которых мы говорили в прошлый раз. Но логически его скорее можно поставить после них. Во-первых, потому что он приступил к образованию антропологическому довольно поздно. Он был математиком по образованию, физиком, очень много путешествовал, потом влекся в антропологию. И только в 1927 году он приступил к обучению в Лондонской школе экономических и политических наук, в котором преподавал Малиновский, который стал его преподавателем. И он по своей направленности во многом зависит от функционального структурализма Малиновского, в большей степени Ретлифа Брауна и Эванса Причарда. И часто на них ссылается. А вторая причина это то, что Лич как бы следует тем концепциям, которые были у Дуглас, Тернера и Гирца. Он тоже часто на них ссылается. И в какой-то степени он противостоит им. Потому что для них был характерен интерес к каким-то уникальным ситуациям. Особенно для Гирца, который брал какую-то такую драму и эту драму воплощал почти в художественном виде. Лич написал статью о Гирце, собственно даже не статью, а такую вводную статью для сборника Гирца. Это в частности этот момент, на этом моменте останавливался на то, что Гирц порой превращается в такого художника, а не антрополога. В отличие от Гирца, Лич как раз пытается вернуться к идее о том, что можно создать вот некоторые такие общие положения. Создать некие модели универсального характера, которые обладают широкой сферой применимости. И по отношению к антропологическому материалу, и по отношению к тому материалу, который содержится в таких, в более поздних религиозных концепциях, трактатах, таких как Библия. Один из любимых объектов его исследования. Он очень любит брать теологические проблемы, библейские проблемы и рассматривать их, как если бы это была запись антропологическая или описание антропологической проблемы. И также эти модели можно относить и по отношению к нашему европейскому мышлению. Также его роднит с Тернером из Доглас то, что он занимает вот эту вот позицию отталкивания от Левистроса, схожую с той, которую занимают они. Рич очень часто тоже обращается к Левистросу. Он написал книгу, которая так и называется «Левистрос». Но он согласен с критикой Тернеровской по отношению к Левистросу о том, что концепция Левистроса слишком, слишком как бы застывшая. Для него очень важна динамика, для него очень важно показать, каким образом происходят какие-то процессы. И как мы можем модели применять по отношению к процессу. И также ему очень не нравится подход, слишком интеллектуалистический Левистроса. Когда речь идет о мышлении. Для него мышление это вещь, которая очень тесно переплетена с чувствами, с физиологией человека, с пространством, в котором человек мыслит, с культурным контекстом и так далее. Изначально Лич занимался вопросами исследования политических структур, тем самым делая схожую работу, которую делает Герц. И он пишет книгу, которая называется «Политические системы Верхней Бирмы» в 1954 году, где он написал две различные политические системы. Одна демократическая, которая была у Качинов, а другая аристократическая, которая была у Шанов. И они отличались друг от друга тем, что у них было различное экономическое основание. У демократической системы. Демократическая система основывалась на подсечно-огневом способе земледелия, а аристократическая основывалась на орошаемой системе. Затем он отправился на Цейлон, где избрал некую деревню Пул-Элия и дал такое комплексное описание этой деревни. И в 1961 году издал книгу про эту деревню. Однако в это же время у него начинает складываться и общая культурологическая концепция, которая носит универсальный характер. Он сам оценивал свои работы ранние как работы эмпирического типа. В то время как работы более поздние, они такого рационалистического типа, когда он уже нисколько описывает некие факты, а пытается понять суть, понять действия таких-то определенных символических механизмов, проявляющихся в этих фактах. И он пишет целый ряд работ, в которых он эту концепцию выражает. Это работа «Переосмысливая антропологию» в 1961 году, она издана. «Социальная антропология» в 1981 году, где он подводит итоги своих работ. И «Культура и коммуникация» – такая небольшая книга, предназначенная для студентов, где он излагает вкратце свои идеи. Это единственная книга лича, которая переведена на русский язык. И в этой книге достаточно он активно обращает свою концепцию и по отношению к каким-то явлениям нашего социума, нашей культуры. Он вообще очень любил проводить такие очень рискованные сопоставления. В частности, ему за заслуги королева дала титул баронета, произвела в рыцарское звание. И пройдя через эту процедуру получения рыцарского звания, лично писал небольшую статью, в которой он сравнил посвящение в баронеты с жертвоприношением свиней на острове Калимонтан. Эту работу он в течение долгого времени не публиковал, но потом она в конце концов стала известной. Как можно характеризовать в целом работы лича? Его основоположение, в частности основоположение о том, что же такое мышление. Во-первых, он полагает, что мышление очень тесно связано, особенно вербальное мышление очень тесно связано со многими другими видами деятельности человека. Мы совершаем разнообразные жесты, мы находимся в какой-то определенной позиции, мы носим одежду, есть планировка деревни, архитектура, мебель, приготовление еды, музыка. Это все составляет некий единый комплекс. И для того, чтобы обсуждать, говорить о том, как человек мыслит, нам необходимо брать вот всю эту взаимосвязь. Но вместе с тем, каждый из этих, так сказать, регистров, он организован в некие конфигурации, в которых кодируется информация по аналогии со звуками, словами и предложениями обычного языка. Поэтому можно говорить о неких правилах, которые действуют и на уровне вербального мышления, и на уровне невербального мышления, и на уровне поведения. Причем между этими, между этими как бы правилами существует определенная взаимосвязь. Так что мы можем переводить с одного языка на другой язык, иначе бы не было некоторого единства. Есть вот логический механизм, который позволяет нам трансформировать зрительные послания в звуковые, осязательные, обонятельные, или наоборот. Для изучения вот этих структур он вводит определенные понятия, определенные дихотомии, которые он черпает из работ структуралистов. В первую очередь он делает различие между индексом и сигналом. Сигнал это то, что непосредственно вызывает какое-либо следствие. Например, если мы бьем молотком по гвоздю, и гвоздь входит в дерево, то это отношение сигнала. В то время как у индекса между двумя вещами существует некая произвольная связь. Некая связь отдаленная и негарантированная. При этом индекс, в свою очередь, может приобретать две формы. Ну вообще, несколько больше форм, но главная форма это метонимия, то есть когда часть принимается за целое. И метафора, когда происходит перенос значения от одного предмета на другой предмет. И наше и мышление, и деятельность, и поведение организовано при помощи вот этих дихотомий. Но при этом постоянно происходит такая ситуация, когда мы принимаем одно за другое, смешиваем одно с другим. Потому что человек находится как бы в ситуации многоканальности. Вот мы привыкли, мы европейцы, мы привыкли к тому, что вербальное мышление доминирует. И все остальное мы сопоставляем именно с ним, рассматриваем какие-то несовершенные проявления вербального мышления, объясняем все вербальным мышлением и так далее. Мы привыкли читать тексты, в которых последовательно излагается какая-то мысль, приводятся аргументы и тому подобное. Но даже если мы возьмем такую вещь, как коммуникацию между двумя людьми, мы увидим, что она очень далека от вот той логической стройности, от аристотелевской логики, которая как бы закодирована уже в нашей европейской письменной культуре. Мы увидим, что люди перескакивают с темы на тему, что люди не пользуются какими-то аргументами, что люди сокращают свои мысли, что рациональное перемешивается с эмоциональным, эмоциональное зачастую перевешивает рациональное, что мы опускаем какие-то обстоятельства, потому что мы находимся в некотором контексте. Мы стоим там на остановке, например, или в саду находимся, или еще где-то, и нам не нужно описывать какие-то вещи. Мы есть единый мир, который доступен для участников коммуникации, и отталкиваясь от которого мы можем гораздо быстрее передавать свою мысль. Но таким образом получается, что мы одновременно задействуем множество различных сенсорных каналов. И происходит некое явление, которое лично называют понятием сгущения в едином опыте. То есть некоторое такое единое состояние, на которое воздействуют все эти каналы, которые можно, допустим, описать как присутствие на свадьбе, или присутствие на похоронах. И вот в процессе этого сгущения происходят постоянные какие-то подмены. То есть мы индекс принимаем за сигнал, мы принимаем за метафору, каким-то образом их путаем, накладываем и так далее. И когда мы занимаемся анализом поведения, или анализом каких-либо действий, мы должны распутывать эти вещи, показывать, каким образом они, вот различные эти явления, соединяются вместе для осуществления какого-либо послания. Ну, чтобы было понятно, как это работает, можно обратиться к конкретным примерам, например, к тому, как он интерпретирует теории магии и колдовства. Как вы помните, это такая традиционная проблема, проблема антропологическая, по поводу которой очень много писал Фрезер, довольно-таки интересные идеи высказывал. Но с точки зрения лича, Фрезер глубоко заблуждался в том, как он описывал механизм магии. Но это заблуждение, оно очень показательно. Отталкиваясь от этих заблуждений, лич как раз показывает, как действует магия. С точки зрения Фрезера, есть выражающие действия, которые имеют цель изменить состояние мира метафизическими способами. И есть технические действия, которые изменяют состояние мира физическими способами. Например, забивать гвоздь, это физическое, техническое действие, это физическое воздействие на предмета А, на предмет Б, который дает какие-то определенные результаты. И маг, он фактически делает некую ошибку. Он принимает, он использует выражающие действия, как если бы они были техническими действиями. И в этом смысле магия, с точки зрения Фрезера, оказывается схожей с нашей европейской наукой или технологией. Но они являются менее совершенными. То есть, в отличие от нашей науки и технологии, которая основывается на четком представлении причин и следствия, маг не совсем понимает подлинные причины и следствия, и поэтому совершает некие подмены. И далее Фрезер различает два типа таких ошибочных причинно-следственных связей. Это гомеопатическая магия, которая основана на законе подобия, и можно это уподобить метафоре, метафорическому отношению. И контагиозная магия, основанная на законе контакта, которую можно уподобить метанимическим отношениям. Но с точки зрения лича, дело обстоит несколько иным образом. Скажем, к примеру, когда сингальский крестьянин хочет забить в землю кол, он берет кувалду и именно это делает. Когда же он хочет остановить навьюченного осла или слона, он поступает следующим образом. Останавливает животное, произнося некую формулу. Различие заключается в том, что человек, который совершает техническое действие, находится в прямом контакте с объектом, который он пытается изменить. А человек, который совершает магическое действие, призванное тоже изменить мир, действует на расстоянии. И таким образом получается, что человек, который пытается воздействовать на, допустим, на какое-то физическое состояние словами, он, по сути дела, опирается на тот опыт, когда он может словами действительно повлиять на животное или на другого человека. Но он совершает ошибку, путая сигналы, то есть то, что оказывает непосредственное воздействие А на А на Б с индексами. То есть, когда между А и Б есть некоторого рода произвольное соотношение. Ну, скажем, колдун завладевает несколькими волосками с головы предполагаемой жертвы. И хочет уничтожить эти волосы, сопровождая уничтожение заклятиями и обрядами. И предсказывает, что вследствие этого жертве будет причинен вред. Какова логика заблуждения колдуна? Он воспринимает волосы, которые растут на голове Х, как метанимический знак, который замещает Х. И далее он полагает, что уничтожив знак, он причинит вред Х. И это совершенно разумно. Потому что, если волосы растут на голове потенциальной жертве, то они, безусловно, являются метанимическим знаком Х в самом истинном смысле этого слова. И если эти волосы на голове у человека уничтожить, то, безусловно, Х претерпел бы определенный ущерб. Но на тот момент, когда эти волосы оказываются во власти колдуна, единственной сохраняющейся связью с местом их происхождения является вербальная метка. Это волосы Х. Теперь метка. Это метанимический знак волос. Но волосы Х разделены. И связь между меткой и Х только метафорическая. Таким образом, получается, что колдун совершает двоякую ошибку. Он путает индекс и сигнал, и путает метанимические отношения и метафорические отношения. Вот такого рода ошибку делают далеко не только примитивные первобытные люди. Такого же рода ошибку делают, например, мексиканцы, у которых постоянно происходят перевороты. Каждые 10 или каждые 20 лет происходит революция. Но эта революция заключается в том, что мексиканцы окружают президентский дворец. При этом президент может быть вполне где-нибудь на каких-нибудь островах наслаждаться жизнью. И берут штурмом этот дворец. Таким образом, президентский дворец является заменителем президента и заменителем власти. И тем не менее, в результате этого, как это ни удивительно, действительно происходит переворот. Иногда магия и колдовство срабатывают. Другой пример, это наше действие по включению света. ЛИЧ предлагает такой эксперимент провести. Объяснить самим себе, что мы делаем, когда мы нажимаем на выключатель. Мы глубоко убеждены в том, что это совершенно рациональная, совершенно научная и так далее процедура. Мы можем нарисовать электрическую цепь, объяснить, как это все происходит. Но ведь, скажем, ребенок, который учится выключать и выключать свет, он не знает ничего про эти самые электрические сети. Да и более того, мы же их не видим. Вот раньше иногда электрические провода тянули прямо по стене. Вбивали такие изоляторы небольшие в виде гирик и переплетенные провода тянулись. В таком случае, как бы наглядно видно, что я нажимаю на кнопочку и провода тянутся к лампочке. Но мы же это не видим. Откуда мы знаем, что этот выключатель связан с этой лампочкой? Мы это знаем вовсе не из каких-то рациональных оснований, а просто по привычке. То есть по тому же самому основанию, по которому мексиканцы знают, что нужно брать штурмом президентский дворец, а маг знает, что нужно сжечь волоски и тем самым нанести ущерб человеку. И почему, собственно, мы считаем, что этот выключатель связан с лампочкой? Это зависит от того, что у нас есть такой способ определенный упорядочивания мира. Наше внутреннее восприятие окружающего мира в значительной мере обусловлено вербальными категориями, которые мы используем для его описания. Скажем, пейзаж современного города, он полностью сделан человеком. Мы идем по улице, мы открываем двери, мы нажимаем на выключатель и так далее. Все это определенное пространство, которое очень тесно заполнено различными знаками, которые нам говорят о том, что значит тот или иной предмет, поскольку он находится в том или ином контексте. Мы нажимаем на выключатель и знаем, что свет погаснет, потому что мы находимся в определенном контексте, потому что мы зашли в комнату, открыли дверь и тому подобное. А вот вообразите себе, что мы идем по лесу и видим выключатель. Никому из нас в голову не придет нажимать на него и ожидать, что внезапно загорится свет или наоборот выключится свет. Мир, который находится вне города или вне цивилизации, это мир, который, собственно, является континуальным. В нем границ по большому счету нет. Нельзя четко провести границу между одним лесом и другим, между лесом и полем и так далее. Мы пользуемся языком, в широком смысле этого слова, различными символами, для того, чтобы разделить видимый континуум на осмысленные объекты и субъекты, которые выполняют различную роль. А затем мы их можем соединять. То есть разделив эти два объекта, мы их можем соединять при помощи, скажем, при помощи дара, при помощи подарка или при помощи жертвоприношения, если это божественный мир и человеческий мир. Но вот эти границы, они являются удивительными совершенно вещами, потому что есть некий мир А, есть некая территория А, и есть некая территория Б, которые мы изначально, в общем-то, соединены, ну, скажем, деревня одних людей, деревня других людей, или там женская половина, мужская половина. Изначально это одна и та же земля, никаких меток естественных, которые бы нас заставляли говорить, что это женская, это мужская половина. Но мы вбиваем колышек, и сразу же территория, которая слева от колышка, когда мы стойбище, например, основываем, территория, которая слева от колышка, это женская половина, территория, которая справа, это мужская половина, и так далее. И вот между вот этими двумя зонами, которые мы выделили, А и Б, непременно есть некая граница. Сама граница, она вроде бы не имеет никакого пространственного протяжения, потому что деревня А, она вплотную примыкает к деревне Б. Но для того, чтобы в нашем сознании они были разделены, мы вынуждены делать какие-то визуальные метки, которых разделяют. Например, выкапываем ров, или там ничейную землю, какие-то там колышки вбиваем и так далее. То есть таким образом получается, что граница приобретает некая собственная протяженность. И эта протяженность у нас порождает всегда некие странные чувства. Вот обратите внимание, когда мы, ну даже какие-то элементарные вещи, там граница газона. Даже если нет надписи, по газонам не ходить. Вот как-то, как чувствуем мы что-то, когда там с тротуара переходим на газон или с тротуара переходим на проезжую часть. То есть какое-то беспокойство, какой-то конфликт. Не только потому, что, ну скажем, проезжая часть опасная, но и потому, что в границе, в принципе, заложен двойственный смысл. Мы прекрасно знаем, что А это А, что Б это Б, но граница как раз находится между А и Б. И являются и А и Б одновременно. И вот это вот пространство, оно как бы особое. Оно отличается от пространства А и Б. В первую очередь, потому что это пространство, которое является, ну как бы, в какой-то степени сакральным. Это пространство, где мы не можем что-то делать, например, не можем возделывать на ничейной земле почву. Это проявляется не только в случае пространства, но и в случае времени. Мы делим нашу привычную деятельность на рабочие недели, которые длятся от понедельника и субботы. И затем отделяется один отрывок от другого отрывка воскресным днем, днем отдыха, священным днем, холидей. Основная особенность которого заключается в том, что ничего не происходит. И точно так же в течение каждых суток, хотя вот, ну вроде бы здесь есть естественный разрыв, там, день, ночь. Но дело не только в дне и ночи, а в том, что периоды активности разделены интервалами безвремени, которые как бы не считаются, но на самом деле посвящаются еде или сну. Другой очень важный момент, который является основополагающим для теории лича, это то, каким образом связаны ментальные образы с чувственными и даже сенсорными образами. С его точки зрения, любой ментальный образ, он непременно связан с сенсорным. Иначе бы мы не могли просто воспринимать. Но я здесь могу вспомнить своего любимого Фому Аквенского, он тоже так считал, что вот ангелы, они могут вполне воспринимать такие чисто интеллектуальные сущности. Но мы люди, мы абстрактные вещи не можем понимать. Наши абстрактные вещи любые, в том числе, там, бытие Бога, бессмертие Бога и так далее, они все опираются на некоторые чувственные, на некоторые сенсорные переживания. И наоборот, если мы сталкиваемся с какой-то абстракцией, то эту абстракцию мы должны как бы опять сгустить, оплотнить в каком-то чувственном образе. Чаще всего мы отталкиваемся именно от сенсорных образов, которые мы затем превращаем в интеллектуальные. Но зачастую эта последовательность строится по-другому. Мы можем порождать какие-то абстрактные понятия в сознании. Например, оппозицию хорошую-плохую. Но эта оппозиция абстрактная, нам трудно ею мыслить. И мы придаем этим абстракциям форму за счет мысленного перенесения на внешний мир. Например, оппозиция хорошую-плохую становится оппозиция черной-белой. И вот даже в такой абстрактной совершенно деятельности, как геометрия или математика, мы можем увидеть, что мы ментефакты, как выражается лич, то есть продукты разума, превращаем в некие материальные объекты вне нас. Придаем им относительное постоянство, и в этой форме можем подвергнуть техническим операциям, которые недоступны разуму, когда он действует сам по себе. Гораздо легче считать или выполнять какие-то доказательства и так далее, когда мы имеем в руках карандаш или прутик, который мы можем писать на песке, или при помощи калькулятора и так далее. Но в принципе здесь даже сам перебор каких-то предметов стимулирует нашу мысль. Так вот люди очень многие используют четки, особенно какие-то там шершавые четки, для того, чтобы стимулировать ментальную деятельность. Уже сама физиология, мелкая моторика рук стимулирует интеллектуальную деятельность. Но также очень важно, то есть мы мыслим не внутри себя, а мыслим всегда при помощи каких-то образов, при помощи каких-то предметов. Например, сидим и раскладываем карты, и карты это способ как-то упорядочить нашу мысль. Или там палочки в Эдзин китайские, или еще какие-то определенные фигурки, может быть в серванте слоников или еще что-то. Мы каким-то образом переставляем для того, чтобы о чем-то вспомнить, о чем-то подумать, какие-то границы провести, какую-то последовательность действий запомнить и так далее. И наиболее важная сфера, где такого рода материальная символизация очевидна, это ритуал. Когда люди рассказывают мифы, то они метафизические идеи, например, происхождение чего-то, представляют в виде действий сверхъестественных существ, преувеличенные неестественных людей и животных. Или же они создают особые материальные объекты, сооружения и пространства, которые служат воплощением метафизических идей и соответствующих им ментальной среде. И когда мы осуществляем такого рода деятельность, мы прибегаем к символам или к метафорам, в отличие от метонимии, для того, чтобы связать вместе два разных планов, два разных ряда сущностей, материальных или абстрактных, которые принадлежат совершенно разным контекстам. Такой пример простой. Лев это самый могущественный зверь. Это утверждение, которое относится к обычному нечеловеческому контексту в природе. Царь самый могущественный человек в государстве. Это утверждение, которое относится к обычному человеческому контексту. Мы эти два контекста сгущаем И при помощи метафорического такого объединения делаем высказывание «Лев – царь зверей». Он обретает значение путем соединения в сознании двух контекстов. Вот такой простой пример, как это работает в более сложных ситуациях. Скажем, такая тоже сложная и важная проблема антропологии, как тотемизм. Почему? Странно, всегда удивлялись, как это можно вообще мыслить, тотем. Лич раскладывает это тоже на ряд логических операций. Первое утверждение – мы все члены одной социальной группы, потому что мы происходим от общего предка. Это некая исходная идея в сознании. Точно так же второе – они члены одной социальной группы, потому что происходят от общего предка. Третье утверждение о природе, классификационное утверждение по поводу природы. «Эти белые птицы – ястребиные орлы, а черные птицы – вороны». Четвертое утверждение – мы отличаемся от них, как ястребиные орлы отличаются от ворон. Это метафора. И, наконец, вследствие сжатия этих четырех пунктов мы получаем «мы ястребиные орлы, потому что нашим первопредком был ястребиный орел, а не вороны, потому что их первопредком были вороны». Логическое сжатие этих пунктов. Вот такой вот ход размышления, он во многом подобен тому, что писал Левистрос в своей книге «Отемизм сегодня». Но с точки зрения Левича, Левистрос не упускает из виду наличие здесь религиозной установки, которая требует дополнительного ряда сгущений. Шестое утверждение – это мы и они живем обычной жизнью, ограниченной во времени. События происходят одно за другим. Всем живым существам дано умереть. Это утверждение, которое является результатом нашего естественного жизненного опыта. Седьмое – это логический вывод из шестого пункта, подразумевающий ряд оппозиций. Если бы нам не суждено было умереть, события не шли бы одно за другим. Происходящее находилось бы вне времени, как бывает во сне. То есть здесь противопоставляется обычное время и время сновидений. Время, которое имеет некое начало и идет к концу. И время, которое замкнуто. Время, в которое жизнь переходит в смерть. И время, в котором жизнь равна смерти. И далее, восьмое утверждение. Проявляя ритуальное отношение к видам истребины, орел и ворона, мы и они выказываем наше почтение предкам. Богам, которые в наше время живут во времени сновидения. Это сгущение пунктов пятого, шестого и седьмого. Еще один важный момент заключается в том, что символы, идеи абстрактные встроятся на биологическом фундаменте. На чувственном, на сенсорном фундаменте. Однако возникает такой сложный вопрос. Как соотносятся какие-то физиологические реакции человеческого тела и эти сигнальные механизмы? Иногда это очевидно, иногда это не очень очевидно. Лич говорит о том, что какие-то наши движения могут приобретать определенный смысл. Благодаря тому, что эти движения тела имеют две опции. Мы можем согнуть руку, можем разогнуть руку. Мы можем кинуть головой прямо, можем покачать головой из стороны в сторону. То есть всегда должна быть оппозиция. Только те телесные реакции, в которых есть возможность поступить так или поступить этак, могут использоваться в качестве символа. Один символ никогда не работает. Только в бинарной оппозиции, только в общем контексте тот или иной знак может приобретать какой-то смысл. Но какой смысл? Это уже может быть различное в разных культурах. Скажем, у европейцев да, это когда мы киваем головой, и нет, когда мы качаем головой из стороны в сторону. А на востоке может быть нечто обратное. Помимо этого, человеческое тело, оно бинарно, но оно не вполне симметрично. Например, руки противостоят ногам, гениталии противостоят голове, левая сторона противостоит правой. Эти пары внутренне контрастны, но не идентичны. И поэтому эти оппозиции очень удобны для демонстрации связанных, но противоположных понятий. Например, хороший или плохой. Скажем, низ нашего тела символизирует нечто плохое, верх нашего тела символизирует что-то хорошее. Вот такую систему можно рассмотреть не только в масштабе человеческого тела, но и в масштабе какого-то гораздо большего пространства, гораздо более обширных объектов. Скажем, можно привести в пример картографирование. Есть какое-то пространство, и мы его можем, там, какой-то примитивной картой, которая изображается на чурингах у индейцев, или более сложные наши карты топографические. Но в них существует... Карта, с одной стороны, является изображением. Она является метафорическим описанием местности. Скажем, изгиб дороги соответствует изгибу линии на карте. Однако мы можем воспринимать карту только тогда, когда мы выучим все условные обозначения, когда мы увидим, что противостоит чему. Скажем, синий цвет, в котором изображается море, зеленый цвет, в котором изображается суша, суша и так далее. И вместе с тем, карта является и метафорическим образом времени. Мы можем разработать маршрут, поскольку она предоставляет перечень мест, которые нужно пройти, и примерно прикинуть время, которое потребуется для этого. Также в любой классификации всегда существует некое неравенство, некая потенциальная аранжированность понятий. Например, последовательность простая, числовая, 1, 2, 3 и так далее. Это не просто одинаковые вещи, не только сущности одинаковые, но первый класс, он лучше, чем второй класс. Или, скажем, х может отличаться от у, в силу того, что некто больше, некто меньше. Но больше или меньше, это вещи, которые могут обозначать что-то физическое. Или кто-то стоит первым, кто-то стоит другим. Но это все может обозначать и какие-то совершенно физические вещи, но и может обозначать вместе с тем определенный социальный порядок. Есть люди, которые находятся выше других, и это может реализовываться в том, что стул находится на помосте, но вместо с тем выше может быть, когда стул находится в одном конце стола, а не в другом. Или даже наоборот, может быть, что царь, который выше, сидит в то время, как остальные стоят и физически являются больше, чем он. Вот в этой системе очень важно бинарное кодирование, которое проявляется в самых разных видах деятельности, в еде, в одежде и так далее. Скажем, к примеру, если мы берем цвет одежды, мы можем провести оппозицию между цветной одеждой, разноцветной одеждой, которая характерна для обычной мирской жизни, и какой-то определенный, и, так сказать, нецветная одежда, которая относится к священной жизни. В свою очередь, нецветная может делиться на белую и черную, то есть не белую. Белая символизирует чистоту, черную символизирует нечистоту. Скажем, к примеру, миряне ходят в разноцветной одежде, в то время как духовенство надевает белую или черную одежду, опять-таки в зависимости от того, что это за духовенство. То ли это те люди, которые приняли церебат, то ли это, скажем, люди, которые, священники, которые могут быть женатыми и так далее. То есть у нас также эта схема работает, если мы говорим о женщинах, которые ходят в разных цветных платьях, и они в своей обычной жизни. Но когда женщина находится в некотором сакральном пространстве, она носит белое платье невесты или черное платье вдова. Ну, собственно, здесь я вынужден прервать свою речь. Ну, собственно, могу порекомендовать почитать эту книгу, она очень увлекательно написана. Там Лич обращается к очень интересному анализу целого ряда теологических проблем, описания жертвоприношения, которые существуют в Библии. Ну, а сейчас, если есть вопросы, то можем поговорить.